Мы сейчас расскажем о своем социальном проекте «Подознание Питон». Мы расскажем о своем проекте и о чему мы научились в последнем время. Можно начинать? Итак, мы тогда начнем сразу с того, как создалась наша идея. Пару месяцев назад у Андрея появилась идея создать полезное общество, в котором умные люди будут интересны своим опытом. Его вдохновил проект «ЦЭП», который рассказывает о коммуникальных идеях, достойных распространениях. Да, а Катя у нас любит объединять людей и организовывать разные мероприятия. Одним из таких мероприятий является встреча с Милфакультетом Математики. То есть Катя в одиночку обзвонила самых классных выпускников этого факультета и собрала их вместе в одном помещении с студентами младших курсов, чтобы те увидели, кем они могут стать в будущем. Мы решили совместить свои стремления, в результате чего и появился Питон. Что мы делаем? Мы выбираем тему для обсуждения или какую-то проблему в конкретной области. Дальше ищем участников, интересующихся и экспертов. Наш проект основан на таком понятии, как «Синергия». То есть это эффект, при котором совместные усилия группы людей превосходит в результаты усилий отдельных ее членов, отдельных членов группы. Поэтому мы стараемся звать людей, которые могли бы максимально быть полезными друг другу. Примером синергетического эффекта может являться конференция, которая проходила в Брюсселе в 1972 году. Конференция известна своими дебатами между Эльпентом Эйнштейном и Нельсенбогом. И также в ее результате родилась квантовая теория. Но самое интересное, 14 человек на этой фотографии, больше половины стали Нобелевскими младерами уже после этой конференции. Для начала предъявите, кто такой умный человек. Умный человек, на наш взгляд, это человек, который хорошо разбирается, как минимум, в одной области. У каждого есть знакомый, к которому можно обратиться в задачи каком-то математике или перевести английский текст. Есть отличная фраза, как Костива Марстинова. «Будь настолько хорош в своем деле, чтобы тебя не могли игнорировать». Именно таких незаменимых специалистов мы называем умным. Да, теперь мы представляем, кого нам нужно искать. Умных людей. Для этого мы начинаем искать умных людей среди своих друзей и знакомых, которые хотели бы поделиться своими знаниями и уже что-то новое. Затем эти люди начинают звать своих друзей, знакомых и так далее. На самом деле, некоторых людей, которые разбираются в очень узкой и необычной теме, сложно найти в своем окружении. Тогда приходится их искать, узнавать их контакты, звонить и спрашивать, и хотели бы вы поделиться опытом с активными и познательными молодыми людьми. К счастью, на пути нам встретилось несколько необычайно отзывчивых людей. Месяц назад мы решили обсудить тему образования и связались с тьютором и бизнес-пренером для коллекции Николаевны Киршевой, которая на данной встрече она детально объяснила, что это очень просто, а через две недели проняла на психологический тренинг «Витера и Витера». Важный момент, когда приходится иметь дело с незнакомыми людьми, обычно возникает страх. Мак Твен считал, что есть два типа спекерта – те, кто боятся, и те, кто будут, что боятся. То есть тоже применимо и к общению с незнакомыми людьми. Как этот страх можно попробовать? Для этого достаточно выполнить три шага. Первое – понять, что бояться вступить в контакт с новыми людьми – это нормально, то есть боятся всех. Второе – понять, что это необходимо для вашего же блага. И третье – начать делать то, что вы делаете боитесь. После два месяца мы провели четыре встречи. Три из них прошли в формате обсуждения таких тем, как маркетинг, IT и твитерство. Одна встреча, как мы уже сказали, прошла в виде психологического тренинга. На самом деле на этих встречах мы познакомились с самыми разными и интересными людьми. И, например, узнали, чтобы в обмотанных магазинах обувь прививлый запах на дорогой. Позже, чтобы привлечь покупателей. Или чтобы уже таки придется разработка средств для анализа кода, где используется более совершенный алгоритм, чем в моих рассолях. За эти два месяца мы поняли три вещи. Первое – мы узнали, как много людей на самом деле готовы поделиться своими знаниями, то есть безвозмездно, то есть даром. И на наш взгляд это также связано с тем, что умные люди хотят делиться своими знаниями с теми, кому это настоящее интересно. Далее второе – мы убедились, что окружать себя умными людьми достаточно легко. Фактически, не имея большого опыта и связи, мы познакомились с интересными и приятными людьми, начиная от продвинутых школьников и заканчивая бизнес-тренерами и директорами крупных компаний. И третье – когда вы начинаете создавать что-то потенциально полезное для общества, вы начинаете замечать, как окружающие готовы помогать и поддерживать вашу инициативу. Наши хорошие знакомые из Пикома и ребята из Лифта, которые стали нам как родные, поддерживают нас не только ценным советом, но и передавляют нам допуск помещения. На самом деле, нас несложно найти. Вконтакте питон.ворд.ж и также мы хотим рассказать, откуда мы черпали идеи для нашего проекта и для этой презентации в частности. Книги «Никогда не ешь в одиночку» Кира Ферракции, «Хватит мечтать, займись телом Кэлла Мюбокса» и «Фиолетовая корова» от известного блогера Ферракции. И в заключение. В мае мы планируем провести небольшую конференцию. Она будет посвящена путешествиям, теми актуальными. Поэтому все, кто хотел принять участие в этой конференции и кто хотел бы посетить одну из наших последующих встреч, добро пожаловать Питону. Спасибо. 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 Хочу немножко подытожить. То есть, у Вас такая общественная организация, которая была у Вами организована Питон, где Вы приходите в себя и не только в себя, кому жать людей, которые могут Вас посетить в разной области, соответственно, друг другу, в других области. И таким образом Вы будете знать немножко информации из той, из другой области. А если Вам интересно, то побольше узнаете в какой-то конференции. Соответственно, тут еще и связи, наверное, играют роль. То есть какие-то новые знакомые, у этих знакомых еще новые знакомые. А главные проекты и вообще в кучу основных каких-то идей, да? А цель Вашей презентации Вы хотели бы привлечь этих людей или для каких денег? Спасибо. Здесь, на самом деле, не пенсия или даже, честно, больше. Одна из целей Вашей презентации в нашем проекте рассказает, что есть возможность у людей поучаствовать в нем, узнать чуть больше или решить какую-то конкретную задачу в какой-то своей узкой теме. А также еще? В принципе, у нас вот два основных таких направления. То есть мы либо просто знакомимся с какой-то темой, либо просто собираются у нас специалисты, эксперты в одной из областей, вот как у нас были свечи о IT и образовании, и начинают копаться в своей теме. То есть искать какое-то решение и поддохнуть для себя на новое совершение. А что это Вам дает? Надо отдавать или дать? Вы же правили модераторами? Да. Морально это представление. Для нас, ну, в первую очередь, это какие-то новые знания. Второе — новые знакомства. Третье — ну, в основном, мы употребляем свою потребность в общении. И... Жаль сняться уже. Можно прокомментировать? Я не знаю, насколько я помню. О чем я не расскажу? Да. Ребята очень инициативные. А у нас здесь что? У нас здесь Центр поддержки молодежи инициативный. Вот они пришли, мы познакомили. А еще что такое лифт? Это коммуникационная площадка. Вот, собственно, здесь, поэтому есть возможность познакомиться со всеми этими замечательными людьми. В разное время по своим графикам, собственно, не бывает. Но если подрубачить, то можно всех найти. И в этом смысле, смотрите, какие замечательные ребята. Инициатива есть. Про компетенции создали, да? Физематики, аспиратура. Имеем ввиду часть своих проектов. Кстати, вот вопрос о том, что чему мы научились. У нас за эти четыре встречи поучаствовало два аспиранта. Потому что они вынесли свои темы на обсуждение, и часть из них получила какое-то решение своей проблемой и определилась с темой. То есть это вот, да, с темой структура. Это такой... Да. Мне кажется, ребята, пришли в начале с ОСО. И сейчас уже собираются... Дальше... Сколько они назвали бетон? Наверное, где мы... Это один проект. Теперь он превращается немножко в более широкое, в более серьезное. Правильно? Питон-то из-за языка программирования, так понимаю? Да. Да, у нас вот первый звонок был, мы ничего по нему не сказали. Питон, это у нас аббревиатура, на самом деле... Аббревиатура? Разгранство инноваций с технологией образования и науки. А как... Как вы перешли на компанию Пиком, что у вас там было? То есть, так интересно прямо с вас, вы связались, я так понял. Честно говоря... Компания Пиком просто у наших хороших друзья. И... Они помогли нам с помещением, и... Просто... Когда к вам приходить? Так... Нас можно найти в ВКонтакте, и... В принципе, там вся информация выкладывается. Так что... С нами связь хорошая. В принципе, на них есть круг печеночек. А, это... Так... Вы хотели видеть через... Вот... Вы, наверное... Вы, наверное... Вы, наверное... Так... Какие вещи вы видите? Вы... Честно говоря... Так... Долго не планируем. Хотя... Сторого будет, наверное... Так... Очень хороший вопрос. Ну... Вообще... В идеале... Мы бы хотели, чтобы... У нас была такая площадка, где... Люди с какими-то серьезными вопросами, проблемами... Актуальными для города... Могли обращаться... Свою программу выкладывать на нашу площадку... И... Мы бы собирали соответствующих людей... Умных... Которые бы эту проблему решали. Вот... Можно я еще попал... Соответственно... Вот вы срекаетесь в двух сети людей, да? Да? Да. А важнее было бы о том, чтобы вот идею, Которую вы изработали... Как вы будете всегда общей массой людей... Например, вести какой-то форум... Или отчеты... Или на вашем сайте... Да. У нас... Как раз таки... Как мы сказали... У нас два направления... То есть это... Вот такие мероприятия, как... Наши следующие... То есть такие мини-конференции... Где мы будем... Рассказывать о новых идеях... Своих и чужих... И... Вот... Форматы, где мы будем обсуждать эти идеи... То есть у нас два формата будут... Где мы будем... Хочет все знать... Я не могу молчать... Да... А вы сказали... Путешествующие... Да... Он просто... И путешествующие... И... Третий раз я знаю... Да... Мы просто пока планируем... Мы ищем спикеров для вот этой консеренции... Я могу только с вами... Мы ищем на самом деле спикеров... И желающих просто перейти посмотреть на... Да... Тема будет у нас путешествия... То есть все, кто хотел бы рассказать или узнать что-то новое... Ну... Витя Колчина приглашается... Ну... На самом деле... С путешествиями... Я связана... Эээ... Года два примерно... Ну... В общем так довелось что... Я путешествовала с маленьким ребенком где-то полтора месяца... Четырехом года нам растеять... Свеев да... Эээ... 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 Пора было в школу... Эээ... 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 По такому словам путешественникам... По слову... Вот... И так что... Вот... В Академию волны путешествиями... В общем... Очень много есть чего рассказать... Как и мне... И так... Эээ... Я знаю что многим... Эээ... Так что если есть интерес... Пожалуйста... Давайте... Думаю что... Откроем здесь филиал... В уступе... Эээ... Эээ... Пожалуйста... Есть... Инициативы... Готовы... Это я могу... Да... Мы... Поддержим... Здесь... Иначе... Эээ... 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 Ну что ж... Спасибо... 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 Спасибо...